Всем привет дорогие друзья, с вами снова Донни и сегодня мы снова играем на провинции МТА. Ссылочка на проект есть в описании к этому ролику, а также в описании, как всегда, находится мой промокодик, при использовании которого вы получаете очень приятные плюшки для старта игры. Поэтому, ребята, играйте вместе со мной и промокодик поможет вам быстренько развиться на проекте. Итак, ребятки, в прошлом видосе, как вы помните, я прокачивал свой X5M, а также Lamborghini Huracan. На провинции добавили возможность сделать стейджи на тачке, то есть сделать их мощнее. И, ребят, в прошлом ролике я сделал на Huracan Stage 1. Он мне примерно обошелся в миллион восемьсот тысяч рублей, в принципе, сумма такая адекватная. Я как бы прокачал ламбу и все, то есть на ламбу можно было сделать только Stage 1. Но, ребят, когда я загнал X5M, я узнал, что для X есть четыре стейджа. И Stage 2 стоит уже около двух миллионов рублей. То есть это, ребят, очень большие деньги, а я, ребят, только сделал стейдж один. Там вроде бы стоило лямом полтора. Вот, поэтому, ребят, сегодня я постараюсь полностью прокачать X5M и проверить его, не знаю, максимальную скорость, разгон и так далее. В принципе, у меня сейчас есть лям на руках, а еще есть пять лямов в банке. Поэтому, ребят, направляемся в банк. Сейчас я сниму все свои деньги, чтобы сделать максимальный стейдж на X5M. Вопрос вот только в том, сколько стоит стейдж 3 и стейдж 4. Потому что, если они стоят тоже по два ляма, то я буду просто вот, ну, в большой печали. Потому что я просто не смогу сделать эти стейджи, так как они все-таки очень дорогие. Но рассчитываю, что все-таки я смогу хотя бы стейдж 3 сделать. Уже было бы неплохо. Так, так, снимаем пять лямов со счета. Так, снять пять миллионов. Так, раз, раз, два, три. Снимаем полностью все деньги. Так, у меня, конечно, еще есть квартплата, которую нужно, ребят, оплатить по-хорошему. Поэтому, так, оплатить услуги ЖКХ. Так, наличными, да. И еще нужно штрафы оплатить обязательно тоже наличными. Потому что на банке у меня уже ноль почти. Так, все, в принципе, я все взял. У меня ровно есть 6 миллионов рублей. И еще 5000, то есть там на бензин получается. Поэтому, в принципе, я прям, ну, готов, чтобы сделать икса. И, в принципе, ребят, поехали в тюнинг. Вопрос, сколько это будет стоить и что я получу. Потому что x5 даже на стейдж 1 уже реально мощная тачка. Вопрос, что будет на, не знаю, стейдж 3, стейдж 4, там, короче, ну, вы понимаете. Так, ну, ребят, тем временем уже потихонечку подъезжаем к тюнинг-центру. И там сейчас я постараюсь сделать стейдж. Вообще, давайте мы сделаем замер. Давайте перед тем, как мы сделаем стейдж 2, я хочу сделать замер. Максималки икса пятого на стейдже 1, который мы сделали в прошлом ролике. Поэтому сейчас мы на шесток выезжаем налево, да, я думаю. И тапку в пол. Поехали, посмотрим, какая максималка сейчас у x5m. Так, давай, 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 давай. Поехали, 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 давай. Так, ну, 240, 250. Главное, не улетит на самом деле. Никуда ни в воду, ни в дерево. 280, 285, ребят, максималка. Сейчас у x5m в принципе особо ничего как бы не изменилось. То есть там вроде была у него 275 или типа 270 с чем-то. Поэтому особо там скорость максимально не изменилась. Но надеюсь, что после прокачки стейджа, не знаю, скорость x5 прям увеличится и разгон тоже. Вообще вопрос, реально ли то, что x5m на максимальной прокачке будет быстрее, чем ламба или нет? Ну, как бы это было бы очень странно, но просто на x5 есть 4 стейджа, а на уракан есть всего 1 стейдж. Так, заехали мы в тюнинг и давайте посмотрим. Настройка автомобиля, пакет тюнинга 2. А, я, ребята, ошибался. Первый стоит 600, да, вот я ошибался. А второй стоит полторашку. В принципе, это, ну, надежда есть на то, что третий стоит, ну, хотя бы там 2. А четвертый стоит 2 500, например. И я тогда уже смогу спокойненько это прокачать. Так, давайте посмотрим, значит, у нас получается, что можно сделать, если мы ставим управление. У нас получается, что максималка увеличивается на 3 единицы, разгон на 2 единицы, управление хорошо прям увеличивается, расход тоже увеличивается и масса увеличивается так же. А если мы делаем баланс, то, смотрите, у нас получается скорость увеличивается на больше, то есть не на 3 единицы, а на 6 получается. Разгон Тоже получается быстрее Но управление чуть хуже Либо тупо есть скорость То есть 300 будет ехать Будет ехать 300х5 Разгон тоже будет хороший Но управление прям вообще конченное То есть 84 единицы А сейчас получается 93 Давайте я думаю что будем делать баланс То есть и управление хорошее И разгон И у нас открывается стейдж 3 Который стоит уже 3 ляма Да ребят чувствую стейдж 4 будет стоить Охренеть каких денег Да это жесть Это просто жесть Так ну давайте посмотрим что можно сделать Опять таки управление А в управлении прям капец как меняются Характеристики управления очень сильно Баланс И скорость да разгон Давайте опять сделаем баланс Я думаю да Вопрос сколько стоит стейдж 4 4 миллиона стоит стейдж 4 миллиона 4 миллиона Стоит стейдж 4 Это просто жесть Вы чего Это Блин Это очень дорого Это прям ну Конечно я понимаю что Прикиньте если делать Стейдж 4 на управление Там просто машина будет управляться идеально Я не знаю То есть там То есть полоса управления Прям вообще максимальная Я в шоке Это ж как так Это 4400 Плюс 2800 Это уже 67200 Плюс полторашка Это 8700 Еще плюс Короче это Сколько это 8 с половиной миллионов рублей Чисто сделать Тюнинг на Х5М Это просто Шок контент Вы чего Это очень дорого Не ну у меня столько ребят Нет денег Чтобы сделать стейдж 4 Это То есть у меня сейчас осталось Полторашка на руках Это очень дорого Ну короче ладно Выезжаем Давайте посмотрим вообще Есть ли смысл делать Такие прокачки На такие машины Так Фары подключаем Ну-ка поехали В принципе Максималку то мы видели Какая будет максималка Но просто Ну управление прям стало явно Ого Нихера себе управление Серьезно Ну управление точно лучше чем у Ламбы По мне Интересно ребят Я вот не знаю Какая там максималка у Ламбы Давайте А ну там вроде бы 300 Сколько 340 на воде Да если не ошибаюсь Поэтому пока по максималке Да в принципе в максимальном стейдже По максималке Х5М не обгонят Ламбу Это хоть радует Потому что Ну на Ламбу Как бы не сделать прокачку Еще больше Чем стейдж 1 302 Сейчас скорость на Х Да В принципе Это и так дохрена Это Х5М Куда ему быстрее ехать Вот А на Ламбе там 340 с чем то Если не ошибаюсь Максималка Но опять таки Ну блин Если бы Не знаю Если бы я делал бы стейдж 4 И Х5М ехал бы быстрее Чем Ламба На стейдж 1 Это было бы так странно Что скорее всего Я бы продал бы свою Ламбу Ну потому что Иначе нафига нужна Если у меня обычный Х5М ехал бы быстрее Чем суперкар Хорошо что как бы Здесь есть ограничения Вот в плане Вот максимальной скорости Видимо поэтому На Ламбе всего стейдж 1 То есть не сделали Другие стейджи Потому что Мне кажется что Если сделать на Ламбу Стейдж 4 Там представьте Который наверное Стоил бы Ляма 8 рублей То есть да Наверное машина бы ехала Там по 450 Это слишком большие скорости Для этой игры Где как бы Ну дороги Да Это сплошные ямы И кочки Где можно спокойно Перевернуться Там улететь куда нибудь В яму Там не знаю Поэтому Поэтому я думаю Что правильно Что не стали делать На Ламбу Стейджи других Хотя в принципе Это было бы интересно И прикольно Если бы Не знаю Сделали бы там Ну какие нибудь Стейджи Но не такие дорогие Потому что даже на Х5 Х5 стоит в 2 раза дешевле Чем Ламба Поэтому я думаю Что и прокачка На Ламбе стоила бы Дороже в 2 раза Прикиньте Делать стейдж 4 На Ламбу За 8 миллионов рублей Но это очень дорого То есть Х5 Сколько стоит Х5 Давайте посмотрим Х5 стоит У меня 5 Прикиньте То есть Стейдж 4 По цене Х5 Нормально вообще Адекватно Я не знаю То есть В сумме Это ну блин У меня А ну это если Сейчас перепродавать На БУ Точно Цена если Я буду продавать На БУ То есть В принципе Я могу сейчас Продать Свою Ламбу На БУ За 9 миллионов И это будет В принципе Цена прокачки Максимального Стейджа на Х5 То есть Именно Стейдж 1 Плюс стейдж 2 Плюс стейдж 3 Плюс стейдж 4 Офигеть Провинция Ну я не знаю Цены как по мне Очень лютые Очень лютые цены И я бы цены переделал Ну лично это мое мнение То есть Что цены нужно переделать Но вообще Конечно Такое себе Не знаю То есть 8 лямов За прокачку Х5 Это очень жестко Окей ребятки Ну так как у нас получилось Если вам понравилось То ставьте лайк А также играйте вместе со мной Ссылочка на проект Есть в описании Ну и всем удачки И всем пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok